А еще 23 февраля, в самый мужественный праздник, 17 мужчин проверили свои силы в очень необычном виде спорта. Чемпионат России и чемпионат городского округа Люберцы по настольному теннису на коньках прошел на стадионе Торпедо. Наша съемочная группа, разумеется, не могла пропустить такое событие. Вам уже не терпится узнать подробности? Тогда все. Внимание на экран. Я называю фамилию, имя пары и называю номер стола. Вы подходите и играете. Победитель подходит ко мне и говорит результат. Ценные указания перед началом соревнований – пожелания удачи и победы. Алексей Каменский в чемпионате не участвует, но волнуется не меньше других. Ведь именно он и придумал соединить несовместимые, казалось бы, виды спорта – коньки и настольный теннис. Я как бы бывший профессиональный хоккеист. И настольный теннис, как бы пришел в настольный теннис тоже совсем недавно. Организовал в Москве клуб по настольному теннису, профессиональный клуб. И, значит, когда я организовал каток, у меня пришла идея. А почему бы не попробовать провести первый чемпионат. И мы рады, что сегодня в наш мужской праздник многие откликнулись, приехали. География участников широка. Здесь и москвичи, и жители ближайшего Подмосковья, и, конечно, люберчане. Алексей Метелин считает себя спортивным человеком. Хоккеист с детства катается на коньках. Любит волейбол, профессионально занимается настольным теннисом. Этот чемпионат для него новый интересный опыт. Первый раз. Но я хорошо катаюсь на коньках, поэтому мне совместить. Вот сейчас только с тренировки приехал, и сейчас сразу на коньки. За удовольствием сегодня на стадион торпеда приехал и люберчанин Сергей Аболенский. Ему, как любителю поиграть в настольный теннис и покататься на коньках, идея совместить эти два вида спорта особенно пришлась по душе. Несмотря на то, что в чемпионате он участвует впервые, уже знает некоторые секреты этого гибридного вида спорта. Резкие движения здесь очень тяжело получаются. Когда играешь на паркете, даже в любительский теннис, можно быстро поменять направление. Здесь этого не получится сделать, поэтому здесь нужно тактику выстраивать с учетом скольжения коньков. Проверить свои силы в нетрадиционном спортивном соревновании решил и Максим Шмырев. Российский спортсмен, трехкратный чемпион мира по пинг-понгу. 19 раз он становился чемпионом России в различных турнирах по настольному теннису. В таком же участвует впервые. Я очень хочу принять участие, насколько позволит мое состояние здоровья и мое владение коньками. Все-таки в таком экстремальном виде спорта я еще не принимал участие, но интересно. Наш настольный теннис, он всегда требует каких-то таких новых вливаний, новых идей. И вот Алексей Молочин уже второй год проводит. И в прошлом году мне не удалось приехать, хотя очень хотел. И в этом году сдержал свое обещание. Мне самому очень интересно постоять, посмотреть, как люди играют. Ну это действительно очень классно. Идею проведения подобного чемпионата поддержали и в спорткомитете городского округа Люберца. Его председатель Владимир Сурков тоже встал на коньки и взял в руки ракетку, чтобы лично принять участие в необычном чемпионате. Ну он реально необычный. И придумали мы здесь, в Люберцах. И в том году он был впервые во всем мире проведен на нашем стадионе «Торпеда». В этом году уже второй раз. А в том году было более 50 участников. Сейчас где-то около 30 уже зарегистрировалось. Несмотря на общее количество зарегистрированных, в чемпионате приняли участие только 17 человек. В свой мужской праздник, по иронии судьбы, сюда пришли только представители сильной половины человечества. И отметили 23 февраля, как и полагается, настоящим мужчинам. Спортивно, бодро, с улыбкой на лице и духом здорового соперничества. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.